Весьма насыщенным оказался визит главы республики в Унцикульский район. Рамазан Абдулатипов осмотрел несколько социальных объектов. Затем там же прошло заседание антитеррористической комиссии и совещание по вопросу реализации в рамках года гор мероприятия. Барья Тубрынская расскажет подробнее. Двухэтажное здание в Шамиль-Кале – современный диализный центр для приема пациентов с 18 районов и Буйнакска. Все готово для работы в полную мощность. Дополнительный персонал проходит обучение. Медсёстры проходят обучение в ДРКБ города Махачкалы. Врачи будут проходить. У нас ещё в резерве два врача по мере наполнения. Они будут проходить в Екатеринбурге. Посещение главы республики – событие для жителей района. Рамазан Абдулатипов интересуется, насколько целесообразно возведение центра такого уровня в горах. Один из пациентов развеял сомнения главы. А сколько отсюда трючки вымотали? Очень хорошо. Делегация руководства республики ознакомилась с состоянием дел в районной больнице, и рабочая поездка продолжилась посещением унцукульского МФЦ. Если вы на счёты, брат, взятку, что МФЦ колесит? Смысла МФЦ не будет? Конечно. В зале районной администрации выездное заседание антитеррористической комиссии с участием унцукульцев. Тема итоги 2015-го и планы на 2016-й год. Я считаю, что мы совместными усилиями победили терроризм, сказал глава, обращаясь к жителям района. Сотни преступлений террористической направленности были в 2012-м году. В прошлом году – 14. Более ста сотрудников правоохранительных органов было убито в 2012-м году. В прошлом году – 10. Мы очищаемся, мы оздоравливаемся, и всем надо, засучив рукава. Каждому надо подумать, какой Дагестан он оставляет после себя. Один из результатов работы антитеррористической комиссии унцукульского района за 2015-й год – 54 явки с повинной. Глава республики внимательно слушает каждого докладчика. Всё от количества учителей до количества мечетей подвергается анализу с точки зрения вовлечения в формирование стабильности в районе. Вторая часть встречи посвящена году гор. Обеспечив благоприятные условия для развития, необходимо наращивать имеющийся потенциал, говорит Рамазан Абдуллатипов, от сохранения флора и фауны до развития ремёсел и производства традиционно дагестанских продуктов. Эту работу тоже, я думаю, что мы сможем планировать в ближайшие 3-5 лет. Поэтому надо правительству обращать внимание на финансирование. Вице-премьер Юсуфов отчитался о ходе подготовки и проведении мероприятий, реализуемых в рамках года гор. Всего намечено около 300 мероприятий. На эту программу рассчитано более 4 миллиардов, из которых более полутора миллиардов – деньги инвесторов. Среди мероприятий и программ – целевое финансирование малых производств. Год гор рассматривается на совещании со всех ракурсов развития горных территорий, на примере Гунипского района, строительства дорог, развития остальной инфраструктуры. Все эти вопросы рассматриваются главой с точки зрения выполнения задач в 2016 году. Сегодня мы здесь собрали шамик-кале, чтобы еще раз посмотреть, что мы делаем, что мы планируем делать, потому что горе – это наше достояние. У пророка сказано, левой рукой держись за сердце, советуйся с Аллахом, а правой рукой работай. Это одна из обязанностей мусульманина вообще, я уже не говорю гражданина Российской Федерации. На совещании прозвучало предложение создания бренда, производится только в Дагестане. Рамазан Абдулатипов также дал указание разработать генеральную схему землеустройства и соответствующую целевую программу. В завершении встречи – приятная миссия. Вручение награды и званий отличившимся жителям района. Барият Убрынская, Руслан Салихов, Гаджи Гаджиев. Время новостей. Унцукульский район.